МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Оркен Медиа. Студия Виктория Буханцева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске о самых главных событиях к этому часу. Латают полотно в Балхаше, начали ямочный ремонт дорог. 19 тысяч квадрат-метров мы планируем в этом году текущим ремонтом. Рабочие кадры и больше 500 вакансий предлагают безработным балхашцам. Выпускной вальс в городе сегодня прошел бал кадетов. В Балхаше начали ямочный ремонт дорог. Частично обновят почти 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна по всему городу. На это выделили больше 34 миллионов тенге. Уже начали работы на улицах Агабай-Батыра и Жильтоксан. Там сняли верхний слой асфальта на самых проблемных участках. Текущий ремонт проведут на улицах Иваново, Карамидибежис, Казганской, Ленина, Мира, Сифулина, Амангильды и на внутриквартальной дороге в микрорайоне Шашубая. Всего залатают почти 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На это из городского бюджета выделили около 34 миллионов тенге. Конкурс завершен, подрядная организация имеется. В настоящее время у нас идет фрезеровка, закончены работы по фрезеровке улицы Агабай-Батыра. Проводится работа по фрезеровке улицы Жильтоксан. В целом у нас по городу 19 тысяч квадратных метров мы планируем в этом году текущим ремонтом, который охватит все улицы нашего города. О жизни людей с ограниченными возможностями сегодня рассказали балхашской молодежи. В гуманитарно-техническом колледже прошла встреча с активистом по правам инвалидов Арнуром Искаковым, который приехал из Нур-Султана. Мужчина посетит города Казахстана в рамках мотивационной встречи. Первым пунктом стал балхаш. Гость из столицы рассказал свою историю. Больше 10 лет 33-летний мужчина прикован к инвалидной коляске из-за травмы позвоночника, которую он получил, пытаясь спасти тонущую девушку. Несмотря на сложности жизни, Арнур Искаков получил три высших образования по специальности медик, психолог и социолог. Работал в медицинской сфере в аппарате партии «Нур-Атан», был ведущим на телеканалах, сейчас является пиар-менеджером в дирекции госкорпорации «Правительство для граждан». На встречу с молодежью в алхаша он приехал с супругой. В тандеме они объяснили студентам, что нужно менять отношение общества к особенным людям, создавать для них комфортные условия и просто общаться. Первый раз выступаем с женой, чтобы дать понять здоровому поколению, что можно создавать семьи с инвалидами. Когда говорится инвалидность, мы только видим человека на коляске. Забываются слепые и глухие. Здесь мы должны подходить к концу декабря, потому что проблема общая, и мы должны создать мост между здоровыми людьми и с инвалидами. Больше 500 вакансий предлагают безработным балхашцам в центре занятости в списке востребованных специальностей учителя, врачи и разнорабочие. Бухгалтеров ждут в отделе сельского хозяйства и предпринимательства, а в жилищную инспекцию города примут инспектора и водителя. Главный хранитель фондов и главный бухгалтер требуется в городской архив. В Центральной и Библиотеке имени Гайдара освободилось место библиотекаря, переводчика и художника. Преподаватели математики, русского языка, физики, английского, биологии, истории и информатики примут в 4-ю, 9-ю, 10-ю школы и в 7-ю гимназию. А в Центральную больницу возьмут патологоанатома, акушера-гинеколога, анестезиолога и санитаров. Всего на выбор безработных горожан представлено больше 500 вакансий. Для более подробной информации желающие должны обратиться в Центр занятости населения. Самые счастливые люди в Казахстане живут в Нур-Султане, а самые несчастные – в Карагандинской области. В регионах страны провели исследования и составили рейтинг счастья. Респонденты оценивали уровень здоровья, свободы действий, отношения к коррупции, удовлетворенности медицины и образования. По итогам самые высокие показатели оказались у жителей столицы. На втором месте – Шимкент, на третьем – Акмолинская область. Самый низкий уровень счастья – у Карагандинской области. Всего в исследовании на индекс счастья в 2019 году приняли участие 156 стран. В топ-5 самых счастливых вошли Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия и Голландия. Согласно данным Центра стратегических инициатив, Казахстан занял 60-е место в мире. Исследователи пришли к выводам, что казахстанцы часто надеются на поддержку близких, имеют невысокую свободу действий, у граждан слабые возможности помогать другим, они низко оценивают качество госуслуг и социальных благ, а также считают коррупцию очень распространенной. В Балхаше сегодня прошел бал кадетов. Больше 90 учеников класса «Улан» и около 45 их спутниц закружились в вальсе. Танцевальные па учили две недели. В честь выпускного школьники с хореографом поставили пять танцев. Продолжение темы в сюжете. Ученик класса «Улан» Дарын Коныров в последний раз надевает парадный кадетский китель. Сегодня у девятиклассника выпускной бал. Танцевальные па он выучил еще в прошлом году. Тогда и нашел напарницу по танцам. Как признается кадет, движение дались не сразу. Для меня маршировать легче, чем танцевать. На балу выступал в прошлом году, поэтому движение все уже знал. С джаньюэль танцуем второй год. Оно мне очень помогает. В выпускном вальсе закружились 94 кадеты и 44 их спутницы. Все ученики из пятого по десятые классы. Если у парней костюмы были готовы, то девушкам наряды пришлось поискать. Я взяла платье у сестры. Она была в нем на свадьбе. Некоторым девочкам в школе нашли наряд. Старались подобрать так, чтобы не сильно отличались. Танцами я занимаюсь давно, поэтому мне не было сложно. Но с напарником пришлось поработать. На балу кадетов школьники и хореограф поставили пять танцев. Старшеклассники исполнили венские французские вальсы и вальс мангелик. Шестиклассники станцевали польку, а ученики пятых классов – минуэт. В прошлом году бал был в школе. Там участвовали только старшеклассники. А в этот раз мероприятия масштабнее. Задействовали учеников, начиная с пятого класса – около 140 человек. Танцы готовили около двух недель. Субтитры подогнал «Симон»! Балхашские кикбоксеры стали призерами чемпионата Казахстана. С соревнований наши спортсмены привезли две золотые и две серебряные медали. Чемпионат Казахстана по кикбоксингу в Казаларде собрал больше 250 спортсменов со всей республики. Участники 15-16 лет бились в 14 весовых категориях. С Карагандинской области на турнир поехали 16 кикбоксеров. Балхаш представляли пять воспитанников ФОКа и ДЮС США. Четверо из них завоевали призовые места. Золотые медали получили Нурадиль Алпызбаев и Адиль Муратов. Серебро в копилку команды принесли Алдияр Аманжолов и Султан Карбеков. Каждый из спортсменов провел по несколько боев. Теперь они готовятся на международные соревнования в Иссыкуле, которые пройдут летом. Всего соперников было у меня пять. Четверых я выиграл и пятому Тарасскому уступил по очкам. Наша команда взяла два золота и два серебра. Выступили все мы на хорошем уровне. Благодаря усердным тренировкам и силе воли мы взяли медали. Таким был этот день глазами журналистов Оркин Медиа. Следующий выпуск в эфире завтра в 20.15. До свидания.